Большие ворота забиваешь два очка, маленькие забиваешь одну очку Настя Ковзил, Настя по машинам Несмотря на это она футболист А то есть, серьезно? Ну то есть, по идее, снимай меня Одна сильная сборная и две абсолютно проказмены Продемонстрировать всему миру, что у нас мырос в футбол Дневника че The draw for your country, по Ковзилуар I think... I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Это штамп И янтай Заметьте, посмотрите, наш янтай Завдусская программа Удар ближнего Сумасшедший Кирилл просто Влепите уже ему лайк за это Специально встретились с блогерами из Испании С лучшими фиферами и киберспортсменами Испании И прямо сейчас у нас важнейший матч Локомотив против Ромы Ромы? Не знаю почему Но почему-то Киберспортсмен из Испании выбрал соперники Рому И не знаю почему Напомню, что сегодняшний матч стартовал со счета 2-0 В пользу испанской стороны, в пользу итальянской команды Прекрасный дриблинг, он штрафной накручивает одного, другого. Пасари, гол! Многие думают, кто сильнее, Алисон или Эдерс из Манчестер-Сити. Если бы ты был на месте Ти, то кого бы ты поставил в ворота? Мы говорили много о Манчестер-Сити, мы говорили много о Ра-Мадрии. О Ра-Мадрии мы уже не считаем, что нет. Это была возможность Ари. Компионата на втором паре. Что-то смотрим, действительно, Ари от этой передачи. Удар, ближний, гол! 2-2! Нет, офсайд. А мы не считаем-то офсайды. 2-2, друзья, 2-2. Это один на один, практически да, он это делает. И гол! Вот сейчас-то не было офсайда. И 2-2. Гол, гол, гол. Тем временем Рома все-таки забивает. И 3-2 выходит вперед. Выступление Фарфада за локомотив является ли для тебя это определенным открытием? Эффективно, Джосе Луис. Еферсон Фарфан – это один из лучших игроков в истории футбол перуанок. Но и вот Ари и нет положения вне игры. И, 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 и. Два голоса офсайды. И все-таки офсайды. Два голоса офсайды. Что сейчас делать? Кружевной атакующий футбол. И все, закончился матч. 3-2 выиграл Рома. Кость. Это было очень интересно. Но, блин, два голоса офсайды немножко не повезло. Но локомотив, я считаю, сыграл достойность. И вообще, как тебе играть с испанцем? Не с каким-то там соотечественником. Очень чувствуется, что акцент ты контролируешь мяча. Прямо этот испанский стиль, он очень почувствуется даже с боти-ополис. Дома-ро-мара-ро-мара-ро. Вот он наступил от пятницы. Важнейшая пятница, потому что вечером, пятницу, сборная России узнает своих соперников. Да вообще все узнают своих соперников. Но пока у нас еще утро. Мы в Лужниках, поле номер 6 И сейчас будет очень-очень крутой футбольный челлендж Большие ворота забиваешь 2 очка Маленькие забиваешь 1 очко Перекладину то же самое считается Если между двух перекладин, то 5 очков Дмитрий Булыкин это 1 Далее Это Хесос Делантеро 0.9 Рестайлер-видеоблогер из Испании И также Настя Кобзева Настя Кобзева, Настя по машинам Настя Кобзева, она, значит, девушка В первую очередь Несмотря на это, она футболист Вопрос с сегодняшнего дня Успеет ли Костя Ставр на челлендж? Костя успевает Надеть футболочку сборной России Почему не локомотивы? Уровень серьезный И без разминки Что делать? 1 очко хотя бы 5 Очков было Очень близко 7 очков у Костя 10, значит, у Настя Серьезно? Не снимай меня Женский футбол, он как бы выше, да, по уровню, чем киберфутбол Получается так Подожди, еще не закончили Если не можешь с левой, скажи с правой Потому что она тоже, Настя тоже будет Я собираюсь Ну что, теперь с левой Дмитрий Булыкин И 2 очка 1 поинт 1 поинт 1 поинт 1 поинт А у нас на очереди Последний Последний участник Он же пока последний в списке В турнирной таблице Костя Ставр В первом испытании выиграл Дмитрий Булыкин И решили еще поучаствовать На сей раз в кроссбор Челлендж Дмитрий Булыкин по перекладине не попал Как прирожденный бомбардир Отправляя все ворота А испанец сразу 2 или 3 раз попал в перекладину И, в общем-то, выиграл в этом конкурсе А, ведь был еще поезд Ставр Я, как чисто нападающий, забил все в ворота В перекладину нас всегда ругали Если ты попадаешь в игре в перекладину Но это не гол Поэтому по привычке я зовусь тогда Что-то мне кажется, что Испания может попасть Хотя все против Это плохо, да? И я тоже против Да, лучше по Перу Как раз привет Парфано А так дальше уже Можно любые Потому что там вот такие Именитые соперники И по-любому все будет зависеть от сборной России Как она будет выступать И как она будет играть Одна сильная сборная И две абсолютно выходные Одна сильная, я понимаю, это и Испания И старая картинка Да, либо Испания, либо Англия Просто потому что Будет неинтересно совсем, если пистол Тут как повезет Мне повезло Повезло взять у вас комментарии Победить сильных Конечно, чтобы просто показательно Продемонстрировать всему миру, что у нас мырос бы вон Какие бацинки Я что-то внятное Я хочу, я переконцентрировался на бацинке Евгения Сави Раз, два, три Кто это был? Это Вольдерама Вольдерама Это кто? Василий, скажи, пожалуйста Кого мы хотим? Дневник о чем? Он только на эту камеру снимает А, я понял Будет одна получше, две похуже И не значит, что мы с этими лучше будем выиграть, чем с теми Понимаешь, чем дело? Ну смотри, мы начинали только Сейчас со старцем встречался Начинали Катар, Кот Девуар Вообще смотреть не на что А последняя игра уже что-то Потому что эти ребята Они сами играют Вот эти сильные гонки Даже не только вы Понимаешь, чем дело? У нас, будем так говорить У нас нет выдающихся футболистов Которые бы свою силу ощущали И всех болтузили бы И когда в первой игре встряхнут нас С кем бы ни играли Спаренные игры Во вторую уже выходят другие люди И следует... Может быть, вы можете получить комментарии О чем вы думаете? Какой вы думаете? Кот Девуар не квалифицирован Повторюсь, извините А что вы можете как-то ранжировать Насколько нам повезло, не повезло Уместен ли вообще Таким образом вопрос ставить? Да нет Вопрос так Неуместно ставят, я думаю, что участники чемпионата мира все достаточно серьезные, но я думаю, что из этой группы, я думаю, что наш футболист там вполне по силам выйти, поэтому пожелаем им удачи. Я просто не верю, потому что они не могут играть здесь, это правда, это хорошо. Александр, это прекрасный костюм, как лучше здесь, а группа разве лучше? Я не успел переодеться, правильно? Я вот в чем хожу, обычно. С поезда. С поезда вышел, сразу. И янтарь. Заметьте, вот смотрите, нашли янтарь, а ему тысяча лет. А здесь почему-то две муты, R и R. Что это за? Ну у меня есть предположения. Ну как? Ну как? Кто написал? Так, это нам неинтересно. Сумасшедший Кирилл просто. Влепите уже ему лайк за это. Я зубастиком немножко хотел потолк есть. А вот зуба такая я не видел. В данный день я сказал, что нет, извини, нет. Нет. А мне вот Вика Лабарева сказала нет. Я знаю будущее и могу предсказать, что Саудовская Аравия займет четвертое место в группе. Так, сто процентов. У нас самый ключевой матч будет с Египтом. Если мы закрываем Салаха, мы выходим на Португалию или Испанию и заканчиваем выступать на Чемпионате мира. Морокко и Иран у них. Вся страна будет довольна. Морокко интересная команда, кстати. Ну, конечно, там есть Фарбан, да? А, я беру. Там есть Бусуфа. Барак Бусуфа. Он хороший. Самое разнообразие такое есть. Ардинькинс, который играет очень средне. Исландия, которая прям любила весь мир в себя. Корваты, которые сейчас очень более веселые. Вы любили нас еще 9 лет назад. Да, корваты были в 7-м году. 10 лет назад. И Нигерия. Лучшая африканская страна, я так понимаю, да? Очень молодая и очень агрессивная сборная. Я попадаю на матч открытия на Россия-Аравия. Единственный матч, да, саудовская. Единственный матч, который будет на Россию выиграть. Переписывать с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия. Мы с тобой Лока... Локомэн. И мы проанализируем еще группы для Перу. А мне нужно сейчас ее перед глазами посмотреть. Дания, Австралия, Прады. Я на самом деле думаю, что Перу будет с Австралией за третью строчку. Да ладно, ну чем Дания сильнее Перу? Чем Дания? Да. Эриксоном. Эриксон, Шмейхель. Шмейхель сильный вратарь. Такая страсть. Иракой пэшн, да, они не разорвут. Фортау в этот момент будет уже 49, а он разорвет всех. Из Португалии. У них, значит, в группе Испания, а еще Мароха и Иран. Что это? Это выход, да? Это стопроцентный выход, но все-таки непонятно. Я не могу сейчас предсказать. Я просто наобум могу сказать, что португальцы выйдут со второго места. Я буду всей душой за братьев Славян болеть, потому что Хорватия, ну понятно, да, и с того самого года мы прям все любим эту сборную, и у них группа тяжелая. Но я очень ясно, вообще верю спокойно, что они выйдут. Очень хороший шанс с такой сборной выходить. Главное, чтобы, не знаю, не было внутри коллектива каких-то проблем, потому что они тоже что-то, вот у них вроде по именам всегда было все хорошо, а какие-то проблемы на крупных турнирах были, и они не дожимали. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо, и они дойдут до 1-4 финала, они спокойно могут. И последняя команда для анализа – Польша. Матчей Рыбус в соперниках Сенегал, Колумбия, Япония. Ну это выход стопроцентный. Там Ливандовский будет решать, на самом деле. Рыбус будет помогать, конечно, подключаться. Амане, Фалькао, они типа не будут решать? О, Лащиковский пищи, да, Рыбус тоже по-биански. И Польша, не, Польша, Глик, который играет в Монад. Вы давно смотрели футбол, какой Блащиковский? Ну, Глик. Блин, да. Неплохо. Польша-чемпионский, который нам забивал уже на Евро. 13 лет назад, 16-19. Очень сильно повезло у Ругвая. Потому что они не попали в группу А. Да. Мне кажется, это самые счастливые команды, самые счастливые люди от той страны, которая... Я просто не представляю лицо наших защитников в России, всех, кто претендует на сборную, когда такие Кабани, Суарес. Я думаю, надо закончить с аналитикой. Аналитики – конец. – Суарес! Субтитры сделал DimaTorzok